добрый день дорогие друзья сегодня такой наверно последний эфир в этом году он одновременно о двух вещах это будет последний выпуск цикла война и мир я специально его решил сделать на русском языке чтобы больше аудитории услышала и хочу вот этим эфиром завершить мое личное расследование расследование с . м о том что же произошло во время четырех дневной войны ну и в конце объявление собственно об эссе а им потому что очень много звонков вопросов и так далее итак начнем самого главного вопроса 44 дневной войне возможно ли было этой войны избежать все что я буду говорить это мое личное мнение да конечно возможно и я пришел к выводу сейчас могу доказать что эта война была специально сделана по договору с их хамом алиева изначально 2018 году когда меняли власть путем цветной революции в армении серж азатыч сначала власть передал корену карапетяну поэтому сегодня говорит что я николю власть не передавал и это почти правда тогда был международный консенсус куда входила россия и запад да над общее назовем по которому армения должна была так сказать вернуть в кавычках азербайджану пять районов два района потом после согласования статуса арцаха в общем то было несколько вариантов то есть надо было вернуть и вот одна из легенд в том что одна из версий я конечно точно не знаю что когда серж азатыч заставили заставили подписать отречение от престола он передал власть корену карапетяну что тоже было международным консенсусом и давайте вспомним этот день где-то в час дня ориентировочно я прекрасно помню сидел в кафе с друзьями когда город взорвался криками музыкой зурной мне казалось что по городу бегают как фильме три толстяка кричат умер умер проклятый метельщик была невообразимая народная радость диктатор написала отречение я асэржи сарксиане в этот же день в четыре часа дня владимир владимирович путин поздравил карена карапетяна с тем что он пример министр армении владимир владимирович путин течение своей огромной президентской карьеры ошибался дважды один раз поздравив януковича если не ошибаюсь 2004 году и второй раз если не ошибаюсь 25 апреля в день отречения сержа сарксиана 2018 года поздравив карена карапетяна с примерством в армении и вот там что-то произошло с четырех часов дня до семи часов вечера этого дня когда на площади республики состоялся большой митинг там от 100 тысяч человек возможно больше карен карапетян ну мне говорят что когда его поставили в известность но это по одной из версий да что ему придется решить вопрос арцаха то есть вот вся ситуация 2018 года да вся эта цветная революция была вокруг вопроса арцаха об этом не знали только мы простые граждане которые кто-то радовался кто-то не радовался кто-то негодовал когда свергали власть в армении и вот карен карапетян поставили в известность что именно ему придется решить этот вопрос и он отказался это по одной из версий я не знаю это правда или нет но правда то что с четырех до семи произошло то что карен карапетян отказался быть премьер-министром армении и тогда в семь часов вечера на сцену площади республики поднимается сегодняшний пример и говорит свою знаменитую фразу если я не буду премьер-министром армении то в армении не будет премьер-министра и народ взрывается криками одобрения потому что к семи часов вечера тот же международный консенсус решил быстренько ну типа если так этот отказывается но давайте этого я думаю что перед ним также был поставлен вопрос что ему придется решить арцаха вопрос арцаха но как мы видим у этого человека нет никаких тормозов красных линий никаких принципов и он согласился я думаю что изначально вопрос о сдаче арцаха путем войны не стоял стали совершенно другие вопросы по всей вероятности стоял вопрос дачи ну тем или иным путем обсуждался там точно стояли другие вопросы например налаживание добрососедских отношений после этого с азербайджаном и турции но после этого потому что одним из вопросов до одним из пунктов налаживания добрососедских отношений с турцией был вопрос арцаха и в восемнадцатом году гюмри в срочном порядке строится таможня то есть рядом закрытой границей с турцией гюмри через реку ахуриан это турция строится таможенный терминал срочно за три миллиона долларов и когда на заседании правительства начальник градостроительного комитета при правительстве верми сейчас прошу минуточку а в чем логика строительства таможенного терминала около закрытой границы верми шанс быстро впадает не милости его арестовывает снг верми шанс идет до сих пор в это же время усиленно воплощается проект открытия свободной экономической зоны на которую якобы израиль дает от 2 до 3 миллиардов долларов с какого бадуна израиль должен быть зайдем в гюмри открыть открытую экономическую зону гюмри рядом с границей с турцией понятно что это были турецкие деньги просто пущены через израиль чтобы не очень будоражить народ внутри этого соглашения также было принято решение налаживания дипломатических отношений открытия посольства если вы помните даже был назначен посол армении в израиле армей самбатян бывший посол армении в россии но война все это стерло но вспомните это было 2018 году 2019 году азербайджан начинают строить согласно этим цветным революциями всякой соросовской технологии начинают строить дороги они строят дорогу до кирки который тигра нашей и там из 4 километра где они дорогу не строй да этот анклав и после опять продолжают строить дорогу 2019 году 2019 году к концу азербайджан азербайджан на хачеване строит широкую дорогу и недалеко от герязха от того же до герязха киарки устанавливает терминал в 300 метрах от нахчеван армянской границы закрытый девятнадцатом году вопрос зачем то есть армения азербайджан и турция готовились к разблокировки дорог наложиванию добро соседских отношений бла 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 строили дороги и терминалы круто правда у меня есть свидетельство что девятнадцатом году когда пример поехал в арцах по пути был очень большой спор его жена я не знаю это точно или нет да ну вот есть такая версия она достаточно правдоподобная его жена настаивала на том чтобы он во время речи сказал фразу арцах это армения и все арцаха дагаястана и верч его ближайшее окружение отговаривала они понимали что это война то есть объявить девятнадцатом году арцаха дагаястана и верч это означает завершить переговорный процесс что и было сделано летом двадцатого года были тавушки и события тавушки и события были спровоцированы азербайджаном но первые действия совершила армянская сторона при этом армянская сторона не могла не знать что равновесие в регионе нарушена например армянская сторона прекрасно знала что обеспечение пво армении уже летом во первых перед войной до двадцатом году было двенадцать процентов военные прекрасно поймут что это такое то есть учитывая количество бпл авиации да то есть ввс который существует у противника ты рассчитываешь сколько процентов ты можешь удержать то есть противостоять военно-воздушным силам противника так вот у нас было двенадцать процентов обеспечения пво и на этом фоне двадцатом году мы потратили 100 миллионов долларов и купили никому не нужные су-35 м причем значит су-35 м были куплены по заявке степана григориана который сейчас сидит он отвечал в министерстве обороны за военно-воздушные силы по заявке степана григориана начальнику генерального штаба артаку давтяну артак давтян представил эту заявку министру обороны армении давиду тонуяну давид тонуям представил николу пашиняну он утвердил и 100 миллионов долларов которые еще с 2017 года были расписаны да там каждый год расписывалось какую технику надо купить 100 миллионов которые должны были пойти на тор и буки и так далее на пво ушли на су-35 м есть очень смешная версия почему это надо было сделать так как начальник ввс ну как грубо его назвать начальник ввс армении вообще как ввс зарабатывают знаете летными часами на керосине например миги 29 жгут в час две тонны керосина сушки 35 м жгут 8 тонн керосина то есть говорит что было скажем в неделе предположим 10 учебных часов до летных реально их было два керосин за восемь часов продаешь вот так генералы зарабатывали ну понятно да продавать за восемь часов по две тонны это 16 тонн а продавать восемь часов за восемь тонн это 64 тонны есть большая разница не знаю эта версия соответствует действительности или нет не буду брать грех на душу но в итоге по его не были куплены а была куплена авиация таким образом армения воздух армении вообще не был закрыт и я не знаю к чему были эти тупые заявления президента арцаха о том что воздух в армении никогда не был так закрыт как сейчас которого сделал перед войной невозможно он имел ввиду рэп которые были он неужели не знал что этого недостаточно этого было очень недостаточно значит кроме того что пв у нас было 12 процентов большинство пво особенно арцаха ресурс был выбран на сто процентов то есть эти пво были старые их надо было заменить отремонтировать и так далее ну скажу так мягкой не смогли и так после лета 2020 года все понимали что война неизбежно армения обнулила переговорный процесс весь она отказалась от всех переговорных достижений которые были достигнуты за последние 26 лет второе премьер-министр сделал в степана кертих заявление арцах это армении все таким образом перенеся вопрос арцаха в из переговорного процесса в силовое поле третье мы рассорились со всеми с кем можно было рассориться с россией с персией с ираном и даже с китая от которого конечно прямой там военной помощи наверно ждать было невозможно но мы на всякий случай с китаем рассорились и скажите что это не было сделано специально летом двадцатого года мы спровоцировали военный конфликт с азербайджаном после этого мы орали что мы выиграли сардарабад раздали если я не ошибаюсь ну ладно не буду горит цифру в общем несколько десятков званий героев возведя таурские события то есть победу в таурской событии в чем победа до сих пор непонятно в ранг исторического события было понятно что война неизбежно 25 сентября мы получили прямые развед данные о том что 26 утром либо 27 утром будет война генштаб армении издает приказ который был достаточно такой двусмысленный этим приказом некоторые военные части как приказывалась брать мест постоянной дислокации и там был четвертый пункт о том что командиры на местах должны провести развертывание войск но штука в том что на местах этого сделано не было 27 утром из всех корпусов вооруженных сил армении арцаха полностью развернули всего два корпуса всего два корпуса начальник батальона джибраэла был в отпуску законном горе си я войне он услышал души матарисе был день полка и народ гулял до трех ночи жаре шашлыки бухал танцевал бил барабаны ну в дорогах в остальных местах войска развернуты не были склады не были опорожнены во всяком случае полностью можно было избежать войну да можно было но это не входило в планы не нынешней власти и в дальнейшем я тоже докажу это дальше начинается война и вы знаете по сегодня мы знаем по нашим разведданным во всяком случае по сведениям военного эксперта ванна бортсумена о азербайджанской артиллерии там был были разнарядки то есть там первый удар да пару удар то есть цели первого уровня 2 3 4 они досконально в сантиметрах знали ширину складов значит первым ударом были уничтожены склады реактивной артиллерии армянской азербайджанская артиллерия и ввс знала досконально из чего были сделать не только где находятся эти склады но и из чего сделаны стены у них просто была разнарядка чем бить когда быть как тогда они били по столовым где в это время завтракали солдаты и пока зарван на всякий случай в первый же день были уничтожены склады 90 процентов пво не знаю сколько то процентов танков артиллерии то есть грубо говоря все что не не успели спрятать было уничтожено в первый же день дальше были ожесточенные бои по всему фронту на севере центре на юге для говорят что было беспрецедентный шквал огня беспрецедентный не знаю эксперты сравнивали со вторую мировой войну что было в разы больше то есть азербайджан просто полил из всего что и он имел а он имел очень не хило конечно и по качеству вооружений по количеству азербайджан при 2 при превосходила армянские вооруженные силы артсадский но при этом проходит семь дней азербайджан не может продвинуться ну разве что там около села талыш там на 5 километров продвинулись и все они долбали из всего что у них было по армянской позиции 18-летние ребята потом выходили из этих мор и дрались наемники спецназ яшма турецкие инструкторы на хачеванский спецназ пакистанский спецназ да да пакистанский спецназ тоже был просто пехота танки ничего не смогли сделать за 7 дней продвинулись на 5 километров около села талыш простые 18-19 летний в основном призывники сорвали блицкрик азербайджана турецко-пакистанских войск вооруженных израильской белорусской белорусским турецким вооружением вот так вот такая вот арифметика была страшная потому что ребята гибли ребята гибли день где-то 100 человек больше под ударами артиллерии но блицкрик был сорван и паника начинается не только у алиева но и упашиняна через семь дней происходит очень интересные события значит азербайджан снимает войска с севера из центра концентрирует их на юге почему на юге мы в одной из передач подробно рассказывали но сейчас быстро да скажу как только поменялась власть в армении она начала менять командира варцах и варцах и в первую очередь она начала устраивать чехарду во всех силовых блоках только в армении было сменено пять начальников и смб три начальника генерального штаба все начальники командиры то есть эти не начали командиры рот полков батальонов корпусов всех поменяли но в этой чехарде устраивал угадывается некий общий общей красной линии всех боевых генералов которые служили в частности в арцахе последние 5 лет 7 лет 8 лет их всех убирали либо с повышением на гражданские должности либо с повышением куда-нибудь туда в бок например боевого генерала давида манукьяна назначают заместителем министра обороны арцаха джалала ротсуняна по учебно-воспитательной части вроде хорошую вещь делали ну человек столько служил боролся пусть отдохнет убирают всех всех боевых генералов и войну особенно на юге особенно на юге встретились с командирами новичками которые у всех был стаж служения на этом посту до года я уже не говорю о качестве этих командиров они все в основном были командиры такие молодые которые заканчивали не там советские до военные учебные эти школы и академии а васгена саркси она и в основном это было сделано на юге потому что поэтому когда был сорван блиц крик турецкое руководство сосредоточила войска именно на юге достигнув беспрецедентного превосходства 1 к 12 дальше была бойня параллельно с этой бойней это который занимает кресло премьер-министра приостанавливает пополнение смотрите я тут мы тоже об этом рассказывали да быстро начать скажем мирное время в роте там скажем в обзводе да там должно быть там 8 9 человек военное время вот эти как кадровые военные 9 человек должно быть пополнены мобилизационным ресурсом скажем до 13 человек то есть созревается мобилизуются гражданские лица быстренько обучается но там есть несколько мобилизаций там есть нормативы мобилизации между прочим а первые 12 часов первые 24 часа первые 48 часов первые 72 часа значит мобилизуется и должно быть пополнены сейчас наверно уже не секрет давайте я несколько цифр скажу через 48 часов мобилизация была выполнена военными комиссариатами армении на 30 с чем-то процентов круто причем стояли очереди перед военкоматами не так чтобы народ отлынивал в первые дни войны но почему-то военные комиссариаты решили свою задачу на 30 чем-то процентов через 48 часов то есть когда там была включена мясорубка в арцахе мобилизационный ресурс очень отставал назовем это так на этом фоне через семь дней верховный главнокомандующих в кавычках принимает решение остановить мобилизацию и вот этих этот моб из моба делать отряды потом он пошел дальше он кричал люди это сардарабад берите из дому свои бронежилеты и эти каски идите на войну выберите себе командир и идите на войну то есть чувак устраивал хаос и этот хаос был устроен хаос хаоса и так хватало причиной хаоса было несколько вещей с первых дней войны от того что по первыми ударами азербайджанцы еще и разбомбили все сотовые вышки до средства связи и оставили одну которые они были подключены они прослушивали все радио переговоры и так далее хаос был потому что были молодые командиры которые заканчивали вас ген сарксиана без опыта особенно без вообще с маленьким военным опытом служения на этом месте еще и с отсутствием военного опыта то есть боевого опыта был хаос и этот хаос добавлялся еще тем что гражданских лиц которых призывали их не рассредотачивали среди войск до кадровых где они быстро могли обучиться профессиональным действиям да и вспомнить свою молодость а их собирали в кучку поэтому им не хватало командиров а еще до войны было распущено пять баталь пять полков пять пять резервных полков это были полки которые оставались на случай вами то есть в этих полках были 1 1 2 взвода и командирский состав период войны в эти полки должны были быстро пополнится мобом эти полки должны были их обучать там есть три дня обучения до 10 дней обучения и создавалась боевая единица так вот эти полки были распущены верховным главнокомандующим а эти средства как бы сэкономленные при распуске этих полков были направлены на повышение зарплат работниками министерства обороны поэтому когда призвали моб этих полков не было мы просто выдавали им что-то автомат калашникова две два магазина два не четыре не шесть два магазина ведь поначалу были эти бронежилеты которые 22 килограмм потом мы их перестали выдавать и куда-то выбрасывали или горели в общем идите туда что дел моб две вещи либо убегал либо умирал часто по пути есть очень много истории поэтому когда 3 октября было приостановлен процесс пополнения и пошли по этому пути да из моба чисто делать отряды это просто добавило хаоса и резко увеличило дезертирство я сейчас смело могу назвать цифру ее по ее знают азербайджанцы хочу сказать да азербайджанцы правы приблизительно в этой войне было десять тысяч дезертиров это очень много но этот хаос был предопределен этот хаос был подробнейшим образом запланирован мне военные спицы говорят что это конечно не их ума дело здесь поработала очень профессиональная турецкая разведка похожих похожих значит вопрос дезертирами давайте примем ну я не во всех случаях наверное обвиняю этих ребят их просто бросали часто в мясорубку я как-то в в одной из передач вывел формулу 44 дневной войны хочу ее повторить я на ней настаиваю если в общем говорить вот что происходило из десяти человек которые приезжали на фронт семь убегали но эти трое дрались как пятнадцать после седьмого октября сосредоточив один двенадцати на южном фронте азербайджанцы все-таки прорвали фронт джибраиле и углубились туда с первых дней в джибраиле был ад джибраиле физули на равнинах азербайджан под командованием турецких офицеров генералов воплощал стратегию бесконтактной войны неплохо воплощал то есть солдаты умирали не видя противника максимально но об этом много говорилось пользовались преимуществом тем что воздух был открыт то есть это беспилотники это большое количество ракетной артиллерии которую азербайджану было куплено как у дураков антиков ну и авиация конечно же ну не так широко как БПЛА но все-таки и там же проявилась абсолютно неготовность армянской авиации к этой войне там проявилось то что заранее была взломана система свой-чужой и свой установлены на азербайджан в общем там много чего было оказалось что турецкая азербайджанская агентура последние годы очень круто поработала в части в Арцахе я думаю что эта агентура была на местах я думаю что она мало куда делась эта война была предана от и до от главы правительства до последнего агента на местах только в шуши было сколько азербайджанских агентов которые работали там и так они прорывают джибраил 7 октября владимир владимирович путин делает нет 3 октября было сделано первое предложение о прекращении огня не получилось 7 октября вроде нет там непонятно кто нарушил вроде азербайджан ну ладно 10 октября очень интересно 10 октября но мы тоже говорили об этой проблеме когда 10 октября Россия делает предложение о прекращении огня тут же появляется информация о том что Азербайджан ударил по Капану причем это делает представитель министерства обороны великий сказочник Артур Норбанесиан это кошмар конечно то что сделала Артур Норбанесиан то что сделала провластная пропаганда никогда это не простится никому никогда 10 октября они размещают информацию о том что Азербайджан ударил по Капану потом опровергают ну в общем они делают все чтобы да и 10 октября в ночь на 11 Армения наносит удар по Гянджи померно спящий Гянджи я сейчас хочу сказать свое мнение возможно многие будут критиковать меня не знаю непатриотичности ну давайте я считаю это большой ошибкой я знаю что это был удар возмездия в ответ на неоднократные бомбардировки кассетными смерчами Степана Кирта и Шуши в ответ на удар по по Дому культуры Шуши где было где в одном месте собрали там 400 с чем-то полиция работников полиции удар по Казань Чайцовц да я это знаю но мне всегда казалось что мы в этом плане отличаемся от кочевых народов я считаю что мы не должны были этого делать во всяком случае не по спящему городу то что Азербайджан бомбит населенные пункты кассетниками запрещенные то что Азербайджан поливает арцахские леса фосфорными бомбами купленными Украины я это понимаю но они такие то что Азербайджан отрезает головы у мертвых солдат или у живых стариков 80-летних четыре бугая одетых с ног до головы в спецназовских формах четвером режут горло несчастному старику которому больше 80 лет но мы давно знаем что это так когда они оборачивают в армянский арцахский флаг старика и мальчика подростка и расстреливают ну собственно никто другого и не ожидал это ну да когда мы говорим что азербайджанцы и турки это геноцидальный народ ну ну вот мы это имеем ввиду они еще раз доказали чем я же не говорю про весь народ я знаю что очень много азербайджанцев также стыдится того что делали их вот эти яны чары во время войны я хочу сказать что им не стыдно за удар по ганджи я считаю что если мы говорим о том что мы древняя нация как ту которой был на река ци которая первая приняла христианство в четвертом веке которая создала сделала такой мощный вклад и в мировую науку и в мировое искусство мы должны соответствовать этому мы не должны были бить по ганджи я понимаю что с волками жить по волчьи выть но это ничего не меняло азербайджан давно еще после сафарова провозгласил вот какой он да он возводит в ранг национального героя человека который ночью может зарезать спящего армянского офицера не в драке не в прямом бою ночью бравые спецназовцы постарались бы вы в бою отрезать голову кому-нибудь нет мало того что вы режете головы восьмидесятилетним старикам женщинам вы еще это снимаете поэтому забегая вперед скажу ближайшее время мира быть не может это исключено вернемся к войне 10 октября практически Армения делает все чтобы сорвать мирные соглашения ну при этом понятно взваливая на Азербайджан но самое интересное это 19 октября к 19 октября мы уже сдали Адрут Азербайджан мы еле сдерживаем отходя на юге мы уже сдали там практически весь Джибраил мы уже практически сдали Физули и Азербайджан уже продвигается от Адрута в сторону Шуши там дальше по Джибраилу она не могла продвигаться это отдельная история как защищался Джибраил а азербайджанцы долго не понимали как он защищается а там просто бросались туда батальоны они умирали не было сплошной линии невозможно было создать сплошную линию Джибраил защищался умирал и отползал через огневые точки то есть у нас не было сплошной линии у нас были огневые точки туда приходили свежие силы их накрывали авиаударами БПЛА, РСЗО нещадно шли в атаку из этой пыли и грязи выходили запыленные какие-то люди с автоматами и дрались, 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 умирали есть потрясающие кадры когда смотрели ну там генерал когда по огневому то есть нашему рубежу полчаса наносится ну просто невероятный шквал огня и кажется что там невозможно чтобы кто-то выжил невозможно и когда когда идет атака азербайджанских ВС вдруг из этой грязи и пыли выползают какие-то люди и начинают стрелять так что конечно воздух был открыт конечно преимущество в беспилотниках это очень большое преимущество но это не решает исход войны это не решает исход войны исход войны всегда решают люди с автоматом против РСЗО да потому что от РСЗО можно схорониться и мы уже знаем как после одной из таких атак мне рассказывали что наши попытались достать тела нескольких там командира и нескольких солдат которые там были копали там знаете не нашли мне рассказывали что там было покоя месиво из камня земли глины и людей что вычленить там что-то было невозможно вот так защищался джибраил умирал от ползал ногтями врывая в землю там очень много погибло я несколько месяцев обвинял генерала Тигана Хачатряна в том что он взял звание героя не наверное не надо было не знаю но когда я услышал что он был командующим джибраилского направления и как он с рядовыми ходил в контратаку последнюю в этой войне для себя и был ранен с двух ног знаете почему он пошел в атаку потому что их было подавляющее меньшинство и надо было поднять двух солдат что сделал генерал взял автомат и пошел с ними в атаку как в старые добрые времена ну кстати генерала конечно ранило но азербайджанцев они отбрусили 19 октября верховный главнокомандующий созывает совет безопасности где присутствует парламентская оппозиция католикос в общем все министры и шминистры в общем вся все и говорит о том что поступило предложение еще одно от Владимира Путина о приостановлении приостановлении войны хадрут мы уже сдали шуши мы еще не сдали напоминаю ну уже там практически весь юг не наш и что думаете ну прекрасно знаю реальное положение вещей что армия они давно так сказать по боеприпасам давно воюют с колес просто все что принесется уходит в бой практически не осталось танков реактивной артиллерии артиллерия покрошена даже ствольная там мало что осталось хочу сказать азербайджанцы был день при защите джибраила когда у наших войск была одна пушка д-30 одна и вы до конца так и не взяли его то есть реальное положение вещей знали и генштаб сказал что останавливайте то есть сейчас армия просто просто умирает ну там все остальные католикус сказал речь в общем гуманитарным ну то что должен был сказать в общем одним словом там я там не знаю очень конечно подробностей но результат был тот что совет безопасности сказал да надо принять как бы это больно не было надо принять предложение России и там дальше посмотрим вечером того же дня ночью верховный приехал в генеральный штаб и сказал что а да не получилось Путин позвонил сказал что время прошло а лево отказывается это было 19 октября верховный главнокомандующий наврал наврал дальше он в нескольких интервью попытался если бы я принял меня бы посчитали предателем а кем а кем можно посчитать человека который все сделал чтобы эта война произошла и все сделал для того чтобы мы эту войну в эту войну капитулировали все жертвы которые произошли с 19 октября по 9 ноября находятся на лично на совести Никола Пашиняна лично он наврал он отказался остановить войну когда еще шуши был наш вопрос шуши не стоял 19 октября дальше я думаю что произошло еще что то мне так кажется что так сказать сделала более комфортными для Азербайджана договоренности до войны сегодня уже ясно что война должна была быть блицкригом где в течение 4-10 дней ну так 4-7 где-то Азербайджанские войска должны были занять весь Арцах быстро блицкригом чтобы русские не успели чухнуть Никол Пашиня повернулся бы и сказал ну извините вот не смогли повоевать все Арцаха нету Арцах азербайджанский этого не произошло по причине просто храбрости рядовых солдат они тогда не знали что надо убегать и сдаваться в плен они еще не знали этого они сражались за Родину им не сказали что их предали им не говорили что ваших командиров специально меняют что ставят самых неопытных снизу и до самого вверху им еще не говорили об этом им не говорили что все места постоянной дислокации все склады досконально известны врагу и они еще не знали те странные вещи которые происходили во время войны ну например в первый же день беспилотник врывается и взрывается в кабинете министра обороны Арцаха Джалала Гаруциняна но Джалала Гаруциняна в кабинете не было причем рядом в кабинетах были люди но беспилотник врывается в кабинет взрывается где его не было здание генерального штаба находится в нескольких сот метрах от там нет там даже ближе по моему ну в общем очень близко от площади степанакерта где находится сосредоточено практически все управление арцахом гражданское военное в общем все там парламент дворец президента штаб этих добровольцев в общем все там ни один кусок азербайджанского железа не упал на этой площади там еще находится гостиница Армения между прочим где постоянно в течение всей войны находилась эта кайла рассня где останавливали жена премьер-министра Анна Акупиа и вся их команда которая приезжала в Арцах вся они все жили в Армении из Армении они уходили в бункер там с генералами обсуждать как им вести войну им или ни один кусок железа вот не упал на эту площадь чудо правда когда степанакерт долбали кассетниками с мерчей странные вещи и кстати в кабинете Джалала либо здание министерства обороны больше не обстреливалось или один раз по-моему там чтобы кассетником опять долбанули ну так как-то вяленько странные вещи вот эти ребята не знали какие странные вещи происходят во время войны и так Азербайджан должен был близкригом забрать весь Арцах не получилось через семь дней включили план Б сняли отсюда войска сосредоточили на юге начали поливать это все в артиллерии беспилотниками авиации из всего все что имеется отсюда остановили пополнение согласно свидетельству генерала Мосса и Савокупяна да пополнение войск периодически верховный главнокомандующий выходил кричал это Сардарабад берите бронежилеты и каски идите на войну выберите себе командира то есть устраивал месиво мы все сдавали 19 октября когда Гадрут был сдан просто сдан врагу за Гадрут не боролись мы потом тут окна и удерживали Гадрут практически был сдан без боя сейчас еще вернуть почему 19 октября он не принимает предложение Путина о мире знаете почему задача еще не была решена сдать Арцах было недостаточно почему он должен был сдать Арцах ну вы знаете версии несколько от денег до договоренности а собственно кто его приводил к власти вот кто его приводил к власти он хотел Арцах после 19 октября как вы знаете была сдача Шуши об этом очень много говорилось сейчас не буду подробно говорить об этом азербайджанские войска практически беспрепятственно прошли к Шуши практически беспрепятственно к этому времени уже хаос достиг максимума вследствие хаоса масштабы дезертирства увеличились естественно резко уменьшилось количество боеспособных войск вы видите знаете храбрецы умирают первыми было абсолютно рассредоточение командования абсолютно например у начальника Арцаха были свои какие-то отряды у Самвела Бабаяна свои начальника совета безопасности у Джалала Харуцуняна были свои какие-то подразделения которые ему подчинялись потом на него то ли совершили покушение то ли не совершили то ли что-то что произошло кто совершил покушение это до сих пор загадка причем я насколько знаю наша военная разведка очень даже хорошо знает но это потом скажут не сейчас скажут тогда когда уже нам плевать будет на это все у здешнего генерального штаба были свои эмиссары войска которыми оно командовало был хаос внутри этого хаоса взяли Шуши практически просто взяли и тут возникает два вопроса кто отдал приказ населению Адрута покинуть город и населению Шуши покинуть город кто это защищает пустой город очень много людей мне в течение этого времени говорили что мы знали что мы эту войну проиграем с первых дней я говорю почему когда первые дни мы въезжали в Арцах мы видели колонны гражданского населения машин которые уезжали из Арцаха мы понимали что эта война проиграна солдат воюет когда за ними за ним его семья он знает кого он защищает никто не защищает пустые города никто и в конце Арайка Ара Цюняна сделал так что опустил Степан Акерд он Степан Акерд тоже готовился с Николом Пашиняном сдать врагу по одному и тому же сценарию были сданы Гадрут население вывели и не защищали город Гадрут взяли 200 человек спецназа есть кадры прогулочным шагом ходит Гадрут и сейчас некоторые азербайджанские телеграм-каналы это называют битва за Гадрут очень смешно то же самое с Шушей взяли точку около бензоколомки около танка под Шушей там внизу 500 человек защищали село Каринтак Каринтак никто не атаковал азербайджанцы не бросали свои войска в пекло они знали что им сдадут они просто брали точки и ждали когда освободят территорию и Шуши освободили по очень многим свидетельствам но это еще не точно но очень похоже впервые в Шуши вошла диверсионная группа то ли в 6 человек то ли в 10 уже что-то такое она просто вошла и ждала когда Шушей сдадут в Шуши была одна попытка контратаки седьмого когда уже в Шуши вошли много азербайджанцев вот та знаменитая попытка когда был и дружественный огонь свои танки били по своим вследствие бардака и когда под въездом в Шуши под танком героически погибли просто потрясающие ребята которые сейчас похоронены в Арцахе в Арцахском пантеоне Толмас, Бося там очень много просто героических историй защищали до последнего не понимая еще что преданы вот почему они умерли их предали их просто продали их продали с городом вот что произошло и под ближе к 9 ноября в ноябре то есть в первых числах ноября когда Россия поняла что ее просто кидают значит до войны конечно еще с 18 года это был международный консенсус о том что надо сдавать 5 плюс 2 Армения должна сдать и до войны я так понимаю был консенсус что на что будут сдавать 5 плюс 2 ну решил верховный путем войны ну да ладно раз решили давайте путем войны и в последний момент вдруг они понимают что это моя версия потому что у меня нет другого объяснения но я уверен что кроме этого была еще сепаратная сепаратная договоренность что сдадут весь Арцах и выбросят русских сначала из Арцаха а потом из Армении и когда это дошло до наших российских партнеров Россия просто нагнула Алиева Пашиняна она проглотила сбитый вертолет 9 ноября вертолет сбили со стороны Нахича Ивана причем сначала подумали на армян слава богу у армянской стороны оказалась запись у нас там стоят камеры мы смогли так сказать оправдаться а то последствия под горячую руку были бы чудовищные но путем проглотил смерть российского вертолета чтобы подписать вот эту капитуляцию хотя бы часть Арцаха оставить себе не Армении но оставить чтобы в Арцахе не произошел геноцид армян которые готовили эти власти вот что произошло во время войны был международный консенсус давно после шестнадцатого года еще что Армения должна вернуть семь районов пять плюс два а Азербайджан у России была своя выгода в этом у мира своя но была сепаратная договоренность я так понимаю между Пашиняном и Эрдоганом Алиевым между Пашиняном и Алиевым между теми людьми которые привели этих к власти в восемнадцатом году и собственно чуваком к которому предъявили счет за то чтобы бесплатно жить на госдачах и бесплатно жрать бесплатно красть государственный бюджет счет был такой весь Арцах я думаю что нет скорее так счет был сдать пять плюс два весь Арцах дополнительная плата вот откуда эти пять миллиардов я не знаю они были или нет было пять четыре либо шесть было предложение деньгами либо чем-то еще я знаю другое в 2018 году 211 миллионов согласно данным Волкбанка из Азербайджана были перечислены в Армении круто правда кому и дорогие бывшие власти Армении только не говорите что вы об этом не знали согласно газете трибун армянской разведке и армянской разведке у азербайджанцев от 18 до 20 тысяч погибших в эту войну естественно они это отрицают мне даже сказали метод предвидительно по которому считали это сравнивали фотки google maps ну и там более ну наши более так сказать секретную информацию количество захоронений до войны и после войны ну понятно что это не очень корректно потому что там есть еще ковид больные да больные естественным там от других причин ну поэтому где-то цифра там пока колеблется и итог этой войны сегодняшние власти Армении чтобы удержать свою власть решили исполнить волю сильных мира сего через войну через войну несколько тысяч погибших парней чтобы не оказаться виноватыми в сдаче Арцаха маленькой Армении трудно было бы сказать миру нет правда она 26 лет как-то говорила миру нет а мир тогда сделал переворот в 18 году в Армении цветную революцию и посадил здесь во власть человека который им всегда говорит да и до сих пор лишь бы удержать свою власть в 20-м году власть которая воспроизвелась во время последних выборов решила сдать Арцах военным путем через смерть тысяч граждан Армении чтобы сказать своему электорату видите ну мы вот боролись и проиграли при этом как дешево кидало они сепаратно я думаю что за оверчардж то есть за дополнительные деньги договорились дать весь Арцах и сейчас у них проблема в том что выполнить это не удалось но после войны они продолжают исполнять общий генеральный план до сдачи земель Армении за Ангизурский коридор то есть открытие транспортных коммуникаций открытие границ способствование экономической экспансии турецких денег в Армению турецкой экономики изгнание России из этого региона и кто-то из них да, сказал место России должна занять Турция это их план мира этот план не новый еще сто лет назад он был я думаю что эта история когда закончится она закончится быстро я думаю в следующем году в Армении в Армении должен быть установлен памятник условно его назовем памятник сукиному сыну чтобы последующие поколения этого не забыли конечно это должен быть памятник шагающему человеку у нас уже в принципе установлено два таких памятника один на северном проспекте еще один где-то там на дороге памятник шагающему человеку памятник сукиному сыну хочу в конце напомнить сукиным детям в моей стране что операции Немезис предателей было уничтожено больше чем врагов я боюсь что история повторится и в этом смысле и в конце итог мы не проиграли эту войну мы были преданы армянская армия находясь в численном меньшинстве технически отставая вооружение количественно отставая вооружение она дралась 44 дня 44 дня она дралась безнадежной войне и в конце даже в конце она не проиграла ее подвергли капитуляции политические власти она умирала до последнего но не сдавалась да многие убегали но те кто оставались дрались и за себя и за этих армянская армия не проигрывала эту войну она была предана политической властью это трагедия которая навсегда останется черным мерзким воняющим пятном нашей истории спасибо что вы слушали эту большую программу спасибо и помните мы не проиграли и мы вернем все кроме жизни этих ребят у нас мы с вами